Тверь, город мира, под таким девизом в областном центре прошел конкурс детского рисунка. Его финал был приурочен ко дню защиты детей. Так получилось, что некоторые из них сегодня особенно нуждаются в защите. Напомню, что нынешней весной Тверь приняла более 1300 вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. И среди них как раз немало ребятишек. Конкурс проходил при поддержке Тверского отделения Фонда мира. Свой первый учебный год в школе маленькая тверичанка Аня заканчивает победой в городском конкурсе рисунка. С гордостью теперь уже второклашка показывает свой призовой рисунок. Там есть церковь, деревья, дома. На картине вид с берега Волги на святый Екатерининский монастырь, что в Затверечье. Когда я еду в деревню, я вижу, вырисовали храм с бабой. Для первого победного диплома уже готово место на стене, говорит юная художница. Помимо работы Ани, жюри отметила призами еще более десятка работ. Конкурс «Тверь. Город мира» нашел отклик в сердцах тверских школьников и студентов, рассказывает директор средней школы номер 34, которая приняла финал конкурса. Мы все знаем, в каких сложных условиях сейчас живет весь мир. И, конечно, мы посчитали, что такая тема, которую мы взяли, она будет актуальной. И это оправдалось. На конкурс мы получили более 200 работ, в которых ребята отразили все красоты нашего города и связанные с историей ее сегодняшним днем. Безусловно, в такой сложившейся политической обстановке необходимо поддерживать детей, считая депутат Ирской и Городской думы Дмитрий Нечаев. Ведь они становятся заложниками таких непростых времен. В такое время непростое живем. И всегда, конечно, когда происходят какие-то конфликты на планете, когда происходят какие-то, не дай бог, войны, горе, страдания, всегда мы понимаем, что больше всего в этой истории жалко детей. Потому что за все за это ответственны, конечно, в первую очередь взрослые. В честь конкурса в школе 34 прошел праздничный концерт. Его почетными гостями стали ребята из Мариуполя и Лисичанска. Они также стали обладателями скромных, но очень полезных подарков при поддержке Тверского отделения Фонда мира. Тверское отделение Российского Фонда мира, благодаря участию Центрального управления, получило возможность оказать материальную помощь в виде денежных сертификатов на приобретение товаров в сети «Детский мир» для детишек, которые сегодня оказались лишены мирного неба и домашнего очага. Победители конкурса также получили ценные призы за свои работы. Картины, городские пейзажи Твери, города мира, города, где мирное небо, который приютил более тысячи вынужденных переселенцев с территории Украины, где идут боевые действия. С главной задачей изобразить город мира все участники, безусловно, справились.